добрый день мы продолжаем наши уроки по книге пророка по книге эзры и прошлый урок как раз мы не закончили тему не еврейских женщин и еврейских жен которые были в большом количестве в народе израиля среди тех особенно кто вернулся в израиль в святую землю и мы говорили практически весь предыдущий урок говорили об этой теме и еще остались несколько моментов которые поражают своей той действительностью которая у нас которая которая была в народе израиля и поэтому я решил их привести как и в прошлом на прошлом занятии мы вновь будем обращаться к пророку малахи потому что он же пророк малахи он же эзра по большинству мнений или по некоторым мнениям и сравнивая вот эти моменты эти книги и сказанное там мы сможем прийти кое каким выводам которые необходимы для раскрытия этой темы до конца есть страшный мидраж что я вас пугаю с самого начала жуткой действительностью так вот есть страшный мидраж который находится в барышей траба там говорится так сказал раби хагай барышей траба параша 18 песка 8 сказал раби хагай за время пребывания в дороге из изгнания в святую землю от обветрились и потемнели от загара лица лица еврейских жен и видя что их жены утратили свою миловидность еврейские мужья отстранились от них и ввели свои дома нееврейских привлекательных женщин и оставленные и обобранные еврейские жены собирались вокруг жертвенника в храме чтобы оплакивать свое горе и об этих событиях говорит пророк малахи и вот второе что сделали вы покрывается слезами жертвенник господень с плачем и нам так что не обращается не обращается он больше к дару и не блага и не благоволит принять жертву из вашей из руки вашей что здесь сказано еврейские женщины за время пребывания в пути в дороге потеряли свою привлекательность многие из них наверное может быть не все может быть да и да и мы увидим что в следующей главе будет приведено количество не евреи количество евреев которые были какие-то проблемы с семьей с женитьбой с их женами с их детьми у кого уже успели родиться дети от этих не еврейских жен и те люди которые которым вдруг не понравились свои жены после их дороги а ведь что было евреи всегда выходили в дорогу не в зимние времена потому что ну этому это может помочь им избежать слякоти во время грязи как потому что во время осени осени зимой после суккота уже начинает выпадать дожди и поэтому как правило выходили летом мы помним что группа зрубовеля пришла в середине года потому что на седьмой месяц после пребывания они начали строить храм они приступили к возведению жертвенника и это было где-то в районе рашшана тишри хишван можно проверить это во время наших первых уроков где мы об этом говорили говорится об этом 2 3 2 3 главе вот и группа эзры которые также спустя 25 23 24 года пришла в эрыц израэль и эта группа также вышла в в суккота где-то в песах перед песахом песах они отмечали в дороге четыре месяца они были в дороге и потом где-то в рож ходишь а в около в начале ава они пришли в святую землю да у эзры скажете вы было особое как ты сам рассказывал была особая мечта или особое намерение приурочить этот приход к 9 что у нас 9 ава 9 ава произошло масса 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 несчастье у народа израиля два храма были разрушены различные гонения грех грех разведчиков но эзра хотел своим приходом перевернуть этот день перевернуть это этот месяц и чтобы может быть он стал месяцем радости как раз уже храм введен в строй и открыл свои ворота для своих посетителей там уже молятся евреи приносят жертвы идет служение уже около двух лет и пусть была такая причина но ясно что параллельно всегда существует другая причина просто в это время удобнее идти опять же по той же причине что нету дождей в это время дороги не разбиты водой не разбиты грязью и эзра также двигался в летние в летние месяцы но в это время есть палящее безжалостное солнце в это время дует хамсины дуют ветры из пустыни ветры с востока горячие ветры которым он говорит хамсин почему хамсин хамсин на арабском языке хамищим 50 то есть говорят что 50 дней в году всегда в земле израиля есть вот такие ветры которые портят погоду все высушивают также несут с собой пыль и песок и наверняка и эзра не не был исключением и его небольшая группа его караван также столкнулся с этой проблемой и вот женщины эти во время такого натиска природы натиска погоды или не погоды если можно назвать так погодой такую погоду и они кожа их и кожа на их лицах на руки также все это загрубела все это приемы почернела приняла загар ветрились лица и женщиной потеряли свою миловидность и как евреи поступает а как они могут так делать из-за того что его женщина его жена потеряла привлекательность теперь он идет и берет новую жену другую жену да еще и не еврейскую и вот эзра находится в состоянии траура он находится в состоянии авилута как то есть человек может быть в таком состоянии только когда он теряет своих близких или еще в каких-то особых ситуациях и вдруг он ведет себя в соответствии с теми законами которые положены во время того когда человек находится в состоянии траура и мы еще немного мы бы вернемся к этому моменту и будем обсуждать его немножко почему что ему это позволяло почему то он сделал но само по себе явление конечно же вызывает страшные очень неприятные ощущения это как такая низость такая низость женщины собирались вокруг жертвенника и есть много есть много высказываний наших мудрецов в талмуде в стихах где говорится о том что жертвенник всегда связан как-то с неверностью супружеской жертвенник связан с с тем что с оплакиванием своего одиночества говорится что когда женщина разводит когда мужчина разводит свою первую жену жену его юности как говорит стих то мисбеах морид маот жертвенник как будто бы сам плачет и не просто так женщины находились именно там но здесь есть еще интересные слова интересные слова на которые нам нужно обратить внимание эзра все время повторяет упоминает одежду одежда у нас может быть в выражаться несколькими словами лвушь лвушь это одеяние но слово это расшифровывается так как будто бы это аббревиатура не аббревиатура а гибрид из двух слов лобуша человек который одет в одежду который облачен в лвушь ему не очень стыдно или вообще не стыдно ходить по улицам и показываться на на людях понятно и именно это слово которое несет в себе положительный аспект оно здесь не употребляется оно здесь не упоминается если вы прочтете еврейский текст здесь все время видится слово или ме-иль или бегет бегет это одежда так вот чем же отличается спросите вы чем же отличается одежда или смысл слова бегет еврейский лошнакой дежда святого языка или же ме-иль лобуша мы сказали это лвушь а что значит бегет что значит ме-иль так вот эзра говорит в эзра ибн эзра или эвен эзра как его так же называют говорит на одно на один из стих вторая когда говорится там вообще идет речь не об измене там идет речь о том когда человек злоупотребляет своими полномочиями в книге ваикра пятая глава пятнадцатый стих там есть такой стих еще раз подчеркиваю он не имеет никакого отношения к измене или но здесь говорится о ме-иль ме-иля что это значит что значит эти слова если кто провинится проступкам так они переводят он не этот перевод не совсем передает всего смысла который нам нужен или который и пояснять комментаторы но мы это сейчас и сделаем приведем этих комментаторов которые пояснять стих если кто провинится проступкам по ошибке против святынь господних то есть коин например взявший жертвоприношения какие ему не полагались пусть принесет в повинную господу из мелкого скота овна без порока по твоей оценке в серебряных шекелях по шекелю священному в жертву повинности и говорит пояснять о ибн эзра этот стих что ме-иль ме-иля не просто так иными словами вот это вот злоупотребление служебным положением и злоупотребление какими-то льготами которые тебе даны или своим положением своим статусом не просто так имеет в корень ма-ала лим оль лим оль ламад мем айн вместе с буквой айн потому что это тот же корень что и слово ме-иль ме-иль это облачение или просто пальто сегодня в современном игрите его так говорят почему потому что человек которому дали какую-то должность человек которого назначили на какую-то важную должность и он теперь занимает ее и пользуется какими-то полномочиями и вот он пользуется не только всеми полномочиями достойно а теперь и как ну классический пример из нашей советской действительности когда люди использовали водителя и личный автотранспорт который ему дали на работе как личный ездили за покупками или даже даже сами не ездили а посылали того своего водителя для того чтобы он совершал ему покупки для конечно же для субботы но но это все равно делать нельзя это делать нельзя и ме-иль он и показывает одеяние когда находится сверху на нас она скрывает скрывает что не только лишний вес в фигуре а скрывает если говорить иносказательно скрывает нашу внутреннюю на наш внутренний мир то на что мы действительно похожи тем то кто кем мы являемся в действительности и ме-иль он обманчив одежда это отеяния это уже не лвуш а вот именно пальто или багет оно может быть обманчивым как и говорят нам всегда говорит народная мудрость не смотри не смотри на человека кто как он приглянулся тебе с первого взгляда а разберись с ним побудь с ним вместе поговори с ним о чем-то и посмотри как пас стайпер например говорил если ты хочешь выбрать себе хорошего бахура хорошего жениха для своей дочери то на что нужно смотреть как ну есть мамы конечно есть масса параметров масса вещей но он говорит что стайпер говорил что нужно смотреть на на нашму наисера как человек молится молитва амида там уже много вещей проявляются проясняются как человек быстро как спускает в воду где-то из крана или же он молится размеренно как как положено ну и многие другие вещи которые можно уже уже даже этот маленький момент он может показать человеку нам со стороны рассказать о том человеке что же действительно скрывается под его одеждой под его не или а вот бегет бегет как оказывается тоже имеет ну как все существительные которые являются глагольными вы видите все существительные происходят от глаголов так как от какого глагола происходит одежда бегет от слова бгида страшно бегида это измена преступление бегет и либо ли в год и все все теперь все ясно теперь все уже все точки подставлены над и также и в следом за ибн эзры идет и рав шимшан рифоль гирш гирш в своем комментарии на туру он объясняет таким же образом вот эту обманчивость одежды обманчивость меиля или бегета и поэтому здесь у нас а я сделал эту подборку здесь у нас постоянно упоминается слово бегет и меиль но здесь здесь в книге эзры упоминается например во втором стихе так бы так как брали они дочерей их жены для себя и для сынов своих и смешались семя священное с народами других земель и рука главных и старших была первой в этом беззаконии вот прочитали слова сами по себе страшные но ничего нам не говорящие по поводу ивритских глаголов и ивритских существительных а если мы посмотрим на на вид то говорит то здесь сказано то есть начальники и лидеры айта яд сганим айта бэма аль азэ варишанам азэ бэма аль азэ вот в этом злоупотреблении или в этом зле которые они сделали и также дальше будет сказано что эзра будет рвать на себе богадим будет раздор у него будет раздор так вот если мы возьмем и посмотрим параллельное место в книге мелахим мы уже знаем что мы параллельное для нас он стал параллельным потому что она говорит об одной и той же теме и вот что там говорится стих 1 11 стих 1 и простите глава 2 только в одной второй главе стих 11 14 и 16 отдельно каждый давайте посмотрим изменила иудея и гнусность творится в израиле в иерусалиме ибо осквернил иуда святость господню которую он любил сочетался с дочерью бога чужого изменила иудея багда иуда то есть тот же глагол 14 стих 2 глава и вы говорите за что за то что господь был свидетелем между тобой и женой твоей юности твоей который и который изменил ты ашер ата багадта если читать на иврите тот же глагол а она подруга твоя и жена с которой заключил ты союз и еще один пример 16 стих в той же главе ибо кто ненавидит прогоняет сказал господь бог израиля и покрывает насилием одежду свою сказал господь свокот так берегите дух свой и не изменяйте в ло тив гиду все те же слова одежда в танахе всегда не всегда есть примеры когда одежда в танахе в писаниях наших пророках фигурирует используется в с аспектом супружеской связи например в мигелатрут в мигелатрут когда рут приходит ночью на горы для того чтобы боаз буквально женился на ней пришел на нее в те времена можно было заключать брак таким образом и она предлагает ему чтобы он выкупил поле ее мужа и чтобы в конце концов он заключил брак то есть взял вместе с полем ее и такой непонятный был вид ебума этой заповеди которые я видел там одного комментатора который говорит я не знаю не нахожу здесь ни рук ни ног он не понимает но мы не будем сейчас поэтому мы не будем входить во все нюансы нам важно только одно слово которое сказано там она говорит кста и кста пается во все крыло свои одежды крылом свои одежды накроешь ты меня к суд там используется к суд покрытие и не д JD и ними и или ничего другое Опять же, потому что там положительный аспект, какой-то положительный момент о том, что сейчас будет вообще создаваться здесь царский род, род Машеха. Но слово «одежда» имеется в виду, там используется именно в таком моменте, как женитьба, брачные узы. Итак, когда мы читали в начале стих из книги Эзры, «И вот второе, что делаете вы». И вот второе, что делаете вы. Точнее, это в книге Малахим. Что значит второе? И комментаторы объясняют, что преступление, которое совершили евреи, это было второе преступление. Оно относилось ко второму виду преступлений. А что было первым или о чем идет речь? Речь идет о истории в Шитим, когда евреи грешили с муавскими женщинами, то главным образом это было преступление, это были грехи, связанные с Балпиором, с идолопоклонством. Ну и вместе с этим, а это идет, как правило, параллельно, две параллельные вещи. Грехи идолопоклонства всегда напрямую связаны с развратом. И вот второе, разврат с муавитскими женщинами, муавитянскими женщинами. И теперь вы занимаетесь этим вторым, второй этой проблемой. И сейчас, слава Богу, не евреи не грешат идолопоклонством. Но вступление в эту связь, оно подобно идолопоклонству, как мы читали на прошлом уроке слова Рамбама. А женщины плакали, а мужчины, что они делали? Они словно бегетом прикрывались и говорили, смотрите, если кто-то приходил к нему с претензией, они говорили, что у меня какие-то проблемы, семейные проблемы, проблемы с моей женой. Вот у меня есть законная еврейская жена. И он выставлял как бы ее на показ, говоря, что я живу честный, праведный, как праведный, честный еврей. Вот он теперь покрывает свое тело именно бегедом, именно меилем, именно этот вид одежды, который несет в себе отрицательный аспект. На самом деле он живет с нееврейской женой, и для него она является его главной отрадой, потому что теперь только она имеет привлекательность. Говорят наши мудрецы, а почему в Медраше сказано, хамаста, газальта это ее, фья, вяк, шавата, тишлахота, почему? Когда ты украл у нее ее привлекательность, ее миловидность, хамаста, газальта, разные виды воровства, в том числе и разврата, хамас. Вот и моляет, эрец хамас, хамас, так сказано о временах потопа. Так почему же ты теперь ее не отпускаешь? Хорошо, тебе нравится теперь другая. Ну возьми, разведи тогда свою первую жену. Ты не даешь ей гет. Ты не позволяешь ей, нормальной своей еврейской жене, идти попытать счастье в новом браке. Так ты вдвойне страшен в своих поступках, если ты так себя ведешь. А почему сказано, а та хамаста, а та газальта? Почему говорится, что, а почему Медраж упрекает этих мужчин, что именно они обобрали своих жен, украли их привлекательность, их миловидность? Нам сказали идти в святую землю. Мы собрались. Мы пошли на непростой поступок. Нам нужно было продать свою недвижимость, там, может быть, даже и с какими-то потерями, как правило, это происходит. Уйти в тяжелый поход. Вернуться в землю своих отцов, но прийти для нас сегодня чужую землю. Это все непросто. А кто знает, есть ли там инфраструктура. А кто знает, сможем ли мы там кормиться, сможем ли мы там построить свои дела осаким, какие-то малые бизнесы, если они у нас были. И вот мы, бросив многое, отказавшись от многого, пошли только ради Всевышнего, только ради того, чтобы прийти в святую землю по приказу Эзры, по приказу, по кличу наших лидеров, по призыву наших пророков. Почему вы нас упрекаете? А вы меня обвиняете, что моя жена, что я обокрал ее, я обобрал у нее, говорят в улице, да. И вот посмотрите, интересный момент. Этот момент я слышал от Равре Фойл Эрбаха, который объясняет, что есть гмора в трактате Ктубот, в которой говорится, что если мужчина хочет муж, еврейский муж хочет оставить изгнание, оставить страны диаспоры, неважно какую страну, в какой он живет, и приехать подняться в святую землю. А жена говорит, не хочу. У нее есть на это свои причины. Что он имеет право сделать, имеет право ее развести без Ктубы. То есть она теряет ту денежную компенсацию, которая ей положена в случае Ктубы. Если сегодня ситуация несколько иная, женщина настолько самостоятельная, что многие женщины, особенно если это семья в Рэхов, они их содержат и кормят сегодня. Но в те времена женщина, наоборот, она практически не могла себя содержать самостоятельно. Ее основная задача была готовить еду дома, рожать, прячь пряжу, ухаживать, воспитывать своих детей. И муж, на нем лежала эта задача, обязанность кормить и содержать свою жену. Соответственно, Ктуба имела очень принципиальный момент. И несла в себе некую гарантию жене, материальную гарантию, в том числе того, что она сможет, даже если в случае, если что-то не заладится и не пойдет, и она будет вынуждена развестись со своим мужем, или муж ее разведет, у нее есть какая-то возможность просуществовать какое-то время, пока она или найдет пути для своего обеспечения, для своего содержания, или выйдет замуж вторично. Так вот, женщина такая, которая не хочет подниматься в святую землю из стран диаспоры, из-за границы, она, муж, имеет право не выплатить ей все компенсации, которые ей полагаются по Ктубе. Что получается? Что даже если кто-то и не хотел, то у нее, у этих многих женщин, не было особого выбора. Они были вынуждены повиноваться приказу своего мужа и пойти за ним. Или же остаться и без мужа, и без семьи, и без Ктубы. Точнее, без компенсации, денежных выплат, которые положены ей по Ктубе. Так что получается? Вы, мужчины, вы вынудили женщин, вы вынудили своих жен отправиться в это путешествие. И получается, что есть в этом некая, некая ваша вина. В том числе, она могла бы остаться там, остаться со своей привлекательностью и красотой. Но вы отобрали у нее. То есть, есть в этом ваша рука. Также приложились к этому. А теперь, когда она потеряла свою привлекательность, вдруг она тебе стала неинтересна, вдруг ты позволяешь себе сделать такое, о чем уже мы здесь говорим почти целых полчаса. Это просто ужасно. И поэтому Эзра разрывает на себе одежды. Он плачет. Он собирает к себе своих лучших евреев, которые были тогда в Иерусалиме. Давайте прочтем это. Стих 3. «И когда услыхал я об этом, то разорвал одежду свою и верхнее платье, и рвал волосы с головы и с бороды своей, и сидел я ошеломленный». Спрашивают комментаторы. А на каком основании Эзра так поступает? Ну, когда был разрушен храм, конечно же, такое мы можем понять. Тогда нужно разрывать на себе, рвать на себе одежды в знак траура, в знак авилута, рвать волосы. Комментаторы разбираются в книге Иов, где там Иов описывает то, что он рвал на себе волосы. Спрашивают комментаторы, на каком основании? Плохо тебе? Тебе больно? У тебя есть какие-то кожные заболевания? Помните, как он брал, сказано, брал черепок и соскребал кожу, которая отмерла буквально от того, что там ее испещрили, или какие-то черви, какие-то болезни. Хватало ему несчастья, этому Иову. При этом, говорят комментаторы, не имеешь права, не имеешь права. Только когда ты находишься в настоящем трауре, только тогда можно рвать на себе волосы и рвать одежду. И говорят они, нет, он надрывал волосы, он рвал половинки. До такой степени этот закон важен, что там нужно было это объяснить. Тут надрыв делал не совсем, волосы рвал, не с корнем вырывал, а только вот пополам. Но человеку плохо, человек плачет, человеку больно. Да что нельзя? Говорят, нельзя. Только когда уходит близкий человек. Или же... И вот этот важный момент, который объясняет, почему Иов, нет, не Иов, а почему Эзра позволил себе делать такие вещи, когда уходит к душам, когда удаляется святость. Храм, ну понятно, почему пепел на голове, почему надежды, одежды рвали евреи, почему Ирмияу в Эйхе, так мы много знаем, насколько он оплакивал утерю храма, потому что ушла святость, удалилась шхина, разрушено, сожжено то место, где было присутствие Всевышнего в этом мире. Ого! Эта гора не исчезновение, удаление из нашего мира. Шхины, святости. А что с телом? Когда человек умирает, то его тело покидает душа. И это также опустошение, потому что бренное тело остается одно, без наполнителя, без важнейшей духовной субстанции, души. Поэтому понятно, почему, так объясняет Рома Двали, почему мы должны рвать одежды, почему евреи должны рвать одежды в знак траура. А что здесь? Евреи, в доме которого нету мира, в доме которого нету шалома, в доме, где жена льет слезы, ходя каждый день к жертвеннику и моля Всевышнего о помощи. А Всевышний говорит евреям, как мы читали в стихе из книги пророка Малахи, Малахи, в таком месте нету святости. Жертвенник отворачивается, Всевышний отворачивается от таких жертвоприношений, и они ему не нужны, и от жертвоприношений вот таких вот мужей. И поэтому дома опустошенные, в домах нет святости. Да, комментаторы говорят, это была ураат шаа. Это было указание времени. Эзра, будучи пророком Малахи, знал, наверное, что он имеет право это делать. Возможно, просил об этом Всевышнего, получил на это разрешение, или у него было какое-то свое ощущение, свое сиатодишмая. Все-таки человек-пророк, он имеет большую связь со Всевышним, чем другой еврей, поэтому он знал, что он делает. Было это сделано для того, чтобы повлиять на евреев, чтобы показать, что же вы делаете, чтобы показать, насколько страшно то, что вы сделали. Это все равно, что вы сожгли храм, все равно, что вы служите идолом, все равно, что вы убили кого-то, убили свою жену, которая даже жива, даже ходит к жертвеннику, плачет там, но состояния ее, как будто бы святости нет, как будто бы душа ее удалилась. А с наступлением, стих 4, «И собрались ко мне все трепещущие перед словом Бога» и за слава Богу всегда есть такие большинство, «по поводу этого беззакония изгнанников, а я, ошеломленный, сидел до часа пред вечерней жертвы». Стих 5, «А с наступлением часа вечерней жертвы встал я, постящийся в разорванной одежде и рваном верхнем платье, и пал на колени и простер руки свои Господу Богу моему. И сказал я, «Боже, стыдно и срамно мне, Боже мой, поднять лицо свое к Тебе, ибо грехов наших множество, выше головы, а вина наша возросла до небес». Говорят здесь комментаторы, что здесь важно вернуться в книгу Даниэля, который был в эпоху Вавилонской империи, и немножечко мы его встречаем, по-моему, по-разному мнению, в виде Атаха, под именем Атаха, уже при дворе Ахашвироша. Есть Медраж Шира Ширим, в котором сказано, что Даниэль и его группа, его группа учеников, соратников подняли святую землю и сказал, «Лучше мне питаться плодами святой земли, чем питаться какими-то благами, а он же ведь был советником Навуходнецера, и потом другие все императоры прислушивались к его мнению. Тем не менее, он сказал, «Лучше жить просто, но и питаться плодами святой земли, чем жить за границей и быть в довольстве большом». Так вот, в книге Даниэля, в 9-й, также 9-я глава, 24-й стих, есть стихи, что это, в принципе, про пророчество, хотя Даниэль не был пророком, но есть предсказания о будущем и о том, что, в общем, из этого стиха, из этих стихов наши мудрецы учат то, что, в принципе, было уже известно вот тогда, еще во времена Даниэля, что второй храм вряд ли простоит долго, точнее, вряд ли он будет вечным, он простоял достаточно, сколько ему положено было простоять, даже еще и на 10 лет больше, чем первый храм, но что-то уже было заложено, какой-то разрушитель был не заложен, а существовала вещь, которой обусловлено существование в храме, и понятно, что если эта вещь, а именно обилие грехов и искупление грехов еще и первого храма, эпохи первого храма, если это все сделано не будет, храм вечным быть не может, а евреи, как мы знаем, набрались еще больше грехов, не только, не то, чтобы исправили грехи своих праотцов, 77-летий предопределены для народа твоего и священного города твоего, чтобы покончить с преступлениями и уничтожить грех, это мы читаем, 9 глава книги Даниэля, 24 стих, искупить вину и установить справедливость навеки, чтобы скрепить печатью, о, установить справедливость навеки, чтобы скрепить печатью, подвертить видение и пророчество и помазать святая святых, но знай и поймись, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении и строительстве Иерусалима, до помазанника властелина, пройдет 7-7 летий, а еще 7-7 летий не прошло, в общем, не важно, как наши мудрецы здесь видят намек на то, что второй храм ему не суждено было быть практически изначально быть вечным, хотя и была такая опция, говорили мы об этом много, но спрашивается тогда, если Эзра также это понимает, а мы видим из этого стиха, который мы прочитали здесь, в нашей книге, Эзра в 9-й главе, в 7-й стих, что грехов наших так много до небес, и что нам делать, и нет нам исправления, спрашивает тогда, зачем нужно было строить второй храм, зачем нужно было прекращать избавление, если вновь пойдем мы в это изгнание, прекращать, простите, зачем нужно было давать избавление, которому будет все равно положен конец, не лучше ли остаться в изгнании и продолжить его, продолжить там пребывание, для того, чтобы продолжать исправлять этим, хотя бы этим, пусть и евреи портятся, пусть и евреи становятся хуже, но зато и страдания от нахождения в изгнании, от того, что ты постоянно под кем-то, что ты постоянно от кого-то зависишь или зависишь от милости других царей, не лучше ли оставить то же положение до момента прихода Машеха и когда будет окончательное возвращение в святую землю, говорят комментаторы, нет, не лучше, почему? Простое объяснение, все сейчас это вспомнят, мы об этом говорили, 52 года на чужбине, 70 лет, которые были между разрушением первого храма и возведением второго храма, не все эти 70 лет евреи были в изгнании, они находились 18 лет под властью Навухаднецера, но храм первый пока что еще стоял, пока что еще существовал, в нем происходили служения, да, уже под властью Навухаднецера, но все-таки храм был. 52 года на практике евреи пробыли в изгнании, что мы здесь видим? Женщины, говорящие на Аждодите, это дети, которые говорят Бе Аждодит, они уже не помнят даже свой святой язык, это на половину еврит, половину Аждодит какой-то, Аждодские языки, и что у нас, Аждод это был флипплещимский город, здесь его даже плещимскими называют, какой-то непонятный новый язык какой-то, диалект города Аждода. Евреи, вот, собственно, тема, да, что происходит, наша тема, что происходит на уровне супружеской связи, какой-то кошмар, и это всего за 52 года, а если бы евреи еще немножечко остались там, еще 50 лет, а то и того меньше, было бы непросто, не знаю, была бы, остались бы только те, кто привержен Торе, но это было бы большинство, меньшинство, большое меньшинство. Теперь же, что происходит? Всевышний приводит евреев в святую землю, и здесь Эзра создает два-три урока назад, мы говорили подробно о Анчейк, Несе Тагдона, собрание, мужи великого, знаменитый орган мужей великого собрания, и их постановления, они изменили всю нашу жизнь. И здесь, именно здесь, в святой земле, во времена второго храма, особенно в первый его период, пока был жив, Эзра пока был, были живы те мудрецы, которые находились в этом, в этом, среди мужей великого собрания, в этом великом, важном органе, а кто у нас был, в перке, вот говорится, в самом начале, Шимон Ацадик был одним из последних мудрецов, который был, заседал среди мужей великого собрания. Так вот, здесь ковалось наше духовное оружие. Да, духовное оружие, много их духовных оружий, устное, Тора, Талмуд, но, Эзра, его постановления, они изменили нашу жизнь. Теперь евреи, которые пусть говорят не только по Бэашдодид, пусть говорят на языках Алиутов, теперь они все равно смогут молиться. Теперь есть правило, что даже если ты не понимаешь, что ты говоришь, но молитва твоя является молитвой, даже теперь, когда ты не знаешь святого языка, но достаточно того, чтобы ты немножко поучился где-то в Ульпане, и ты смог азами какими-то овладеть чтение святого языка, теперь ты уже можешь взять Сидур и прочитать молитву. А вот если несколько сот лет евреи говорили на идищ, там же правописание было все, как буквы были взяты, шрифт был взят ивритский, да, там буква Айн, буква Э, буква Камац, не Камац, буква Алиф с Камацом внизу это читалось как О, были всякие изменения, но старики, потом вдруг ты видел, по которой приходили в Ульпанда и спокойно читали ивритский текст, они не понимают, что там написано, да, потому что, то есть жизнь еврея, Эзра адаптировал многие вещи в нашей, многие аллахот, многие необходимые, насущные для нашей жизни, для сохранения идищика, это еврейская жизнь, еврейского образа жизни, многие вещи, он теперь адаптировал и теперь к нашей простой жизни, к простому народу, и теперь, даже уйдя в изгнание, каждый еврей может открыть молитвенник и прочитать, что там сказано, каждый еврей обязан молиться теперь три дня, три раза в день, каждый еврей обязательно будет читать, слушать Тору, который, когда он будет ходить в синагогу, и, в общем, связь со Всевышним теперь не так просто прервать, и все это благодаря именно этому периоду пребывания в Святой Земле в эпоху Второго Храма. Наполнилась земля Хамасом, наполнилась земля какие слова, что она вам напоминает, это я вновь смотрю на седьмой стих, со времен наших отцов по сей день и в большой вине мы из-за прегрешения отданы были мы цари и священники нашего власть, цари других стран, меча, плена, грабежа и позора, как это ныне. Обилие грехов, помните, помните, мы об этом не говорили, так я думаю, сейчас завершая этот урок, правильно сказать, привести Брита Леви на недельную главу Ноах, который говорит о том, что объясняет некую проблему, которая видна из стихов, которая в результате его объяснения нам становится понятна, проблема исчезает, но на первый взгляд есть противоречие или непонимание того, что сказано, что наполнилась земля Хамасом, ну и что, что земля наполнилась развратом, земля наполнилась преступлениями народа, который живет на земле. Какая нам разница, зачем? Скажите, люди развратились, люди ведут себя плохо, зачем говорить о земле? Более того, вот животные, почему была уничтожена земля? Почему было уничтожено не только человечество, а также и животные, и растения. Говорят, что животные и растения развратились. А как это могло произойти? Или вообще, какая может быть вина у животных, какая вина растений в том, что они развратились? Ведь если человек обладает правом выбора, соответственно, у него есть возможность выбрать между плохим и хорошим, между добром и злом, и тогда, когда человек не выдерживает, не выносит свое, не выходит из испытания с честью и выбирает зло, а не добро, его можно наказывать, потому что тебе дали способности, тебе дали какие-то ресурсы душевные, духовные, для того, чтобы ты смог противостоять этому, а ты не использовал это. Хорошо, понятно, но животные, они-то работают в принципе, как роботы, есть инстинкт, есть природа, которая заложена в них Всевышним, и они сто процентов выполняют свою миссию, свое предназначение в этом мире, но они не могут быть лучше нас, потому что у них нет права выбора. Хорошо, это понятно, но за что тогда мы их наказывали, за что Всевышний их уничтожил? Так вот, говорит Бейта Леви, что люди своими грехами влияют на окружающую среду, и влияют на животных, и даже животные приобретают новую природу. Иными словами, Всевышний заложил в них одну природу, один инстинкт, по которому они работают, назовите это так, благодаря который движет ими, и так они живут. Так вот, мы, обладая, как Берид Рамхай, не выложено, что человек, что такое человек создан по образу и подобию? Где мы, где Всевышний? Какой тут образ и подобие? Да, он говорит. Он объясняет, что человек может влиять на, может разрушать своими преступлениями, своими грехами целые миры на небесах и может созидать своими заповедями, своими хорошими поступками, а также он может влиять и на окружающую среду. И поэтому люди, развратившись, они влияли на животных, влияли на растения. И вдруг растение на крапиве вырастает арбуз, что это такое? А такое может быть? На дереве каком-то вырастает другое, другое не дерево. Объясняет Бейтолеви, что виноваты были в этом люди и грехи их были настолько сильны, что они смогли изменить, повлиять на растительный мир, на животный мир и, как там сказано в Медранше, что петух стал ходить к павлиньше, даже так, виды, которые обычно не смешиваются, не скрещиваются, но и даже камни, и даже камни и земля, поэтому и сказано, поэтому и теперь понятно нам, почему подчеркивается там, подчеркивает Бейтолеви, или точнее стих, что наполнилась земля Хамасом, наполнилась земля развратом, воровством, на преступлениями, что и земля сама стала порченной. Каждое наше действие, каждое наше слово, каждое наше положительное, так и отрицательное действие оставляет неизгладимый отпечаток или пусть и неизгладимое, слишком сильное слово, скажем так, оставляет какой-то свой отпечаток, вносит изменения в любой камень, в любую стену, в любой стол, на котором мы сейчас занимаемся, в любой микрофон, в любой, даже неодушевленную природу, материю. Да, мы сегодня не обладаем такой возможностью увидеть это изменение, но есть стих в Таилим, в Эвенмиакир, нет, у одного из пророков, и Хескеля, кажется, в Эвенмиакир из Ак, кирпич начнет кричать, камень начнет кричать из стены, да, Всевышний, когда поставит нас перед судом, когда евреи предстанут, каждый еврей предстанет перед судом, он берет все, берет камни твоей стены, твоей, из стены твоего дома, и даже из него можно привести доказательства хороших или плохих поступков, даже камень, в нем, пусть и невидимый глазу, или даже не, потому что у нас нет сегодня таких средств технических, чтобы определить это изменение, но это изменение произошло, и вот кричит Эзра, что грехи слишком велики, грехи наши велики, и приумножены, и мы, евреи, виноваты в этом, мы влияем на все, на всю окружающую среду, и нужно с этим делать. Следующую главу, время уже подошло к концу, следующий урок, мы начнем с того, что просто завершим плач Эзры, иначе не объяснить это по-другому, и приступим к последней десятой главе, будем двигаться к завершению книги Эзры, спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч. субтитры, субтитры,